Друзья, всем привет! С вами Александр и вы на канале WorldHouse Pro. И в сегодняшнем выпуске мы решили копнуть немножко истории домов A Frame House, или домов шалашей, как их еще называют. Разобраться, откуда вообще у них популярность, откуда они произошли, кто их впервые построил, и где они были первый раз спроектированы, и как они вообще выглядели в своем первозданном, так скажем, виде. Решили вам об этом, обо всем сегодня повествовать и вместе с вами разобраться в истории таких домов. Давайте начнем! В дословном переводе название A Frame House означает А-образный каркасный дом. То есть, фрейм это каркас. В дословном переводе, именно если его расшифровывать, будет звучать именно так. Он действительно похож на букву А в разрезе и также похож на шалаш. И если мы обратимся к истории наших предков, которые жили тысячи лет назад, то все строения были похожи на шалаш. Потому что это достаточно примитивная конструкция. Если пытаться разобраться, когда же действительно был построен самый первый дом подобный, ну, это практически нереально. Здесь можно обращаться на пять тысяч лет назад, на тысячу лет назад, на сотни лет назад. И все равно мы не сможем точно определить, когда же был построен первый дом. Но существуют все-таки задокументированные именно A Frame дома, которые уже перекочевали, да, из какой-то стадии вот этих шалашей и бунгала, в которых жили наши предки. И это уже, да, более-менее современные дома. И как раз сейчас давайте поговорим о тех самых домах, которые где-то были задокументированы. И есть, да, подтверждение, что вот действительно они существовали в то время и у них есть свои авторы. Давайте перейдем к этому. Принято считать, что первым революционным проектом, когда стены и кровли это одно целое, то есть это одно и то же, они не разграничены, как в доме A Frame, стало образный дом австрийца Рудольфа Шиндлера, построенного в 1934 году у озера Эрухет, США. Но в то время широкой общественности данный дом не получил огласки. И Рудольф больше был известен благодаря своему собственному дому, построенному в Голливуде. Дом построен в стиле модернизм, который по сей день сохранен почти в своем первозданном виде. А построен он был еще в 1921 году. Еще один интересный факт из строительства именно американских домов шалашей, это то, что в 50-х годах некий Дэвид Хейлер придумал для себя, каким образом будет выглядеть конкретно его дом. Придумал планировку, придумал внешний вид и даже разработал некую документацию для строительства. Ну, видимо, у него были навыки для того, чтобы это сделать. И американская компания DFPA, которая занималась деревообработкой и производством различных материалов, фанеры и тому подобного, заинтересовалась его домом. И в обмен на строительные материалы для реализации его дома, выкупила у него идею планировок внешнего вида. И разместила эту идею у себя в каталоге строительства домов, которых они предлагали. И в 1957 году, после размещения вот этого дома в каталоге, они продали 12 тысяч экземпляров рабочих чертежей вот такого вот проекта. И можно сказать, что настоящий бум строительства А-образных домов в США отдал архитектор Эндрю Гейлер. В 1955 году, построив А-образный дом на пляже в Лонд-Гайленде в Нью-Йорке, сегодня он известен как дом Элизабет Рис. Он до сих пор есть, его реконструируют, приводят в порядок, но практически он выглядит точно так же, как и был изначально задуман и построен. Проект Гейлера получил международную известность после публикации фотографий дома в Нью-Йорк Таймс от 5 мая 1957 года. И вскоре тысячи А-образных домов на территории США и вообще по всему миру получили известность. Они начали строиться, производиться. Эта тема была очень интересна, так как дома были по факту достаточно простыми в строительстве, но очень стильно и изящно выглядели. Как же развивалась история, когда впервые был построен такой дом на территории нашей страны? Точнее, первый дом был построен на территории Советского Союза. И считается, что это было в 1978 году, когда отставной военный инженер Мавруничев Валентин Иванович на своем дачном участке построил дом-шалаш. И журнал «Садоводство» в 1980 году опубликовало на своих страницах проект подробной инструкции по сборке такого дома. Но преимуществом данного проекта называли возможность строительства дома на дачном участке любой семьей, даже не имея каких-то специализированных навыков, образования. То есть прописывалось, что можно с помощью этой инструкции дом этот возвести вполне без каких-либо сложностей. Дом был площадью 60 квадратных метров. После этого многие стали строить на своих дачных участках подобные домики. В принципе, сейчас по всей стране в различных садоводствах можно встретить дома-шалаши. Это не какая-то редкость, а довольно-таки часто встречающийся тип домика. То есть они бывают с небольшими цокольными этажами, либо полностью шалашом, прям когда кровля начинается от пола. Ну, то есть в тех или иных вариациях они встречаются. В 1998 году сам Виктор Иванович написал статью и опубликовал ее в журнале «Дом», где описывал конструктивные особенности своего дома, особенности проживания и как бы расписывал преимущества и недостатки также, в принципе, дома для постоянного сезонного проживания и для временного проживания только в период лета и использования его как дачи. И спустя уже какое-то время, по достижению нашего столетия, то есть после 2010-х годов, таких домов стало появляться достаточно много. Их стало просто очень большое количество, очень разные вариации. То есть и в нашей стране, и за рубежом такие дома стали строить достаточно часто. Есть очень много интересных вариантов, которые можно рассмотреть и построить для себя такой дом, если он вам нравится. В описании к видео мы оставим ссылочки на проекты домов-шалашей, которые есть у нас в коллекции, в нашем каталоге проектов. Вы можете зайти, посмотреть. Также на нашем канале есть несколько обзоров на проекты домов-шалашей. И есть еще разбор плюсов и минусов такого домика. На сегодня наш выпуск подходит к концу. Я надеюсь, он был вам интересен и информативен. Мы постарались собрать максимальное количество интересной информации о происхождении таких домиков. Я надеюсь, вам было приятно смотреть. Вы получили наслаждение и узнали что-то новое. На сегодня это все. С вами был Александр, команда WorldHouse. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok